Экономист-математик, правда, по меня англичане пишут, что с опытом политической работы, поэтому, наверное, я здесь присутствую по этой причине. Вы знаете, что также это было отношение к созданию контрольной структуры в Армении. Армения действительно стала членом Евразийского экономического союза, большую роль сыграла действительно ваша структура. Я бы хотел сказать, что вот здесь Габи Кагаджинян, который является основателем идеи Евразийского экономического союза в Армении, вот Габи Кагаджинян. И Габи Кагаджинян обратились ко мне создать группу, чтобы действительно показать эффективность, экономичную эффективность Евразийского экономического союза. Мы это сделали, несмотря на то, что ряд представителей, имена не буду называть, которые сейчас занимают очень высокую позицию в нашей стране, и тогда заявили, что группа профессора Тавадьяна, время покажет, что была не вороват. Через пять лет тот же человек заявил, что группа профессора Тавадьяна сделал правильные расчеты, но бог с ним. Правда, уже это так, это между делом было названо профессором Тавадьяна. Я думаю, что я здесь следующий. Вот продолжим выступление Болос-Ваняна. Три пункта. Пункт номер один. Евразийский экономический союз, ЕАС. Вот хорошо, как вам говорят, не звучит. Губка «С». Здесь явно лишнее. Я об этом заявил так, как материально представлен в Московском государственном институте. Да, мы должны четко перейти к Евразийскому союзу. Буква «Л» здесь лишнее. Я, как экономист, об этом заявляю. Вот это будет способствовать, конечно, объединению двух наших структур. Поскольку я сейчас от свободы, мы сказали, скажу, что от полубедененного состояния, конечно же, надо переходить к полноценному рождению Евразийского союза. Пункт второй очень важен, особенно для стран, которые имеют проблемы на границах. Следующий пункт. Вопрос прав человека. Это важнейший принцип, который, конечно же, я тут буду говорить в своем мнении, не повышает, не понижает статус той уединенной структуры, в данном случае, наоборот, а повышает, потому что вопрос безопасности, это замечательно важно. Но теперь очень важный вопрос. Создание структур быстрого реагирования. Пункт второй. Это очень важная позиция. Теперь давайте обратимся к этому вопросу. Вот завтра, если будет агрессия, например, а такое возможно? В отношении Крыма. Мы что, будем заявлять, что да, эти вот Крымы не признавали, да, 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 давайте мы в стороне ответим. Следующая проблема. Завтра будет скопление сил на границе с Таджикистаном. Да, 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 это еще не Таджикистан. Завтра будет уничтожение армянского населения. До горно-карабахской республики. Да, 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 это к нам не относится. Вот так эта структура и боги нет. Поэтому надо вот эти вопросы четко прописать, сил быстрого реагирования указать и сказать, что вот если население той или иной структуры будет подвержено опасности, это в первую очередь вопрос прав человека, какая дальше будет структура, это мы дальше определимся. Посол в Соединенных Штатах Америки заявляет высокие слова, тут сразу повышается рельсик, а все остальные наши страны, наши союзники молчат от этих вопросов. Конечно же, это неприемлемо. Тебе, чтобы была бы еще немножко самокритика, я об этом тоже сказал. Мы от президентского правления перешли к непонятной какой-то структуре, то есть от одного отстали, а к другому никак не можем пристать. Это тоже наша внутренняя проблема. Так что я думаю, что пункт один, создание Евразийского союза, это очень важно. Пункт второй, создание сил быстрого реагирования, с учетом населения наших стран, это и Крым, и Нагорный Карабах, а также Таджикистанство с вами проблемами, другие наши страны, это чрезвычайно важные вопросы, которые мы дарны решить. Иначе мы будем тихо-тихо двигаться назад, а не вперед. Спасибо за внимание.